Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфантой, который всегда на вашей стороне, благодаря нашей эмблеме, нашему девизу, за оживых облак и умертвых разбивая молнии, рассказывая обо всем, что может быть связано с психическим расстройством, с нейронами, головным мозгом, с лечением психических расстройств. Сегодня у нас очень интересный ролик. Мы рассказываем о том, как ошибки ученых-психиатров, мы их рассмотрели заранее, ведут к ошибке психиатров практически. А что же это за ошибка психиатров-ученых? Ну, обратите, пожалуйста, внимание, что мы об этом рассказали. Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели предыдущий ролик на эту тему. Ну, кто не смотрел, кратко сообщаем. Вот есть, например, просто пример, это не то, что вот значит это его ошибка, это вообще ошибка многих ученых-психиатров. Есть такой русский Штефан Сталь, Сергей Николаевич Масалов, мы на него часто ссылаемся. Вот Сергей Николаевич Масалов, например, считает, что арипипрозол и галоперидол, они одинаково действуют на Д2-дофаминовые рецепторы. И чем они различаются? Только это только тем, насколько один сильнее действует на Д2-дофаминовые рецепторы, а другой слабее действует на Д2-дофаминовые рецепторы. Конечно, галоперидол сильнее, что там и говорить. Но на самом деле это препараты совершенно разным механизмом действий, что влечет за собой разное их значение в клиническом использовании. Конечно, вот что делает препарат, ну, например, галоперидол. Галоперидол просто прикрепляется к Д2-дофаминовым рецепторам и не дает дофамину действовать на эти самые рецепторы. Причем сам он на рецепторы не возбуждает, с ними он ничего не делает. Просто не дает дофамину действовать на них. В результате дофамин не выполняет свою функцию возбуждать следующий нейрон. Дофаминовая активность резко падает. Это очень удобно. Когда это удобно? Это удобно при лечении так называемых продуктивных симптомов. Вот вы уже привыкли, что шизофрения – это двуглавый дракон. С одной стороны, это падение активности дофаминовых нейронов. С другой стороны, повышение активности дофаминовых нейронов. Отсюда, мы уже говорили об этом, это двухцелевая, вообще-то говоря, должна быть модель лечения шизофрении. Но, к сожалению, это очень и очень трудно достижимо. И в основном занимаются лечением вот одной головы. Это резкое повышение активности дофаминовых нейронов. Ну, за этим, между прочим, стоит определенный практический смысл. Почему? Потому что именно в психозе человек попадает в психиатрическую больницу. И его легче лечить, когда он попадает в психиатрическую больницу. Известно также, что во время психоза гибнет значительное количество клеток нейронов головного мозга. Соответственно, с этой точки зрения прекращение психоза очень и очень важно. И это на самом деле выражается в том, что существует множество препаратов, которые являются очень мощными антагонистами Д2-рецептов. То, что значит мощным. Они блокируют, прикрепляются к большому количеству этих самых Д2-дофаминовых рецептов. Вот здесь они перечислены. Вот их много. И у них есть инъекционные формы. Потому что это особенно удобно, если мы лечим острый психоз в больнице. Сами понимаете, пациент, как правило, бывает некомплоентен. Он считает, что он здоров, приходится колоть. Это фактически выключение света. Мы не зря придумали вот такую картиночку. Мы выключаем активность дофаминовых нейронов. Это что касается галлоперидола, так называемых сильных антагонистов Д2-рецептов. Теперь, что же касается арипипрозола, который в ученых находится в одной таблице. Тоже прикрепляются к Д2-дофаминовым рецепторам, но возбуждают их. То есть, они не дают действовать дофамину, но возбуждают дофаминовый рецептор. И возбуждение передается. Другое дело, что это возбуждение слабее, чем этот бы сделал сам дофамин. Конечно, для лечения психоза вот такое снижение может быть недостаточным. И, соответственно, это выражается в том, что таких препаратов мало. Они называются парциальными агонистами Д2-рецепторов. Агонисты, потому что возбуждают, а не блокируют рецепторы. И вот таких препаратов мало. Всего 3-арипипрозол, брекспрепрозол и карипаразин. И инъекционная форма есть только у одного, у арипипрозол. То есть, фактически речь идет о том, что это небольшая группа препаратов. Почему она небольшая группа препаратов? Механизм неудобный для лечения острых психозов. Неудобный для лечения бреда глюзинации при шифрине. Соответственно, конечно, вот их выставлять в одной таблице и делать вид, что они эквивалентны. То есть, взаимозаменяемы, конечно же, нельзя. Это смешно. Они разные абсолютно препараты, по-разному действующие на Д2-дофаминного рецепта. И что их еще отличает, вот это очень важно, что если сильные антагонисты, они прикрепляются к большому количеству рецепторов, вот здесь 65, 72, 78, это все процент Д2-дофаминовых рецепторов, то начинаются побочные эффекты. И вот это побочные эффекты, экстрапирамидное расстройство, когда человек скован, когда ему там сложно двигаться, видите, как он изображен у нас, появляется пролактин, мы это изобразили в виде пачки молока. Бред и глюзинации, конечно, проходят, но появляется побочный эффект. И, конечно, побочные эффекты, это плохо. Это плохо не только для пациента. Многие думают, что, ну, скажем, врачи, понятно, что они на побочные эффекты смотрят, конечно, не так, как пациенты, а гораздо спокойнее, но это их тоже, поверьте мне, беспокоит. А вот другое дело, парциальные агонисты, которые не блокируют, которые прикрепляются и возбуждают дофаминовые рецепторы. И дофаминовые нейроны сохраняют свою активность. Конечно же, при этом очень редкие побочные эффекты, те, которые наблюдаются на антагонистах Д2-дофаминовых рецепторов, которые наблюдаются на галлоперидоле. То есть, побочные эффекты у арипипрозола и галлоперидола, они совершенно разные. Это еще раз доказывает, что это абсолютно разные препараты. Но вот психологически такие препараты врачами, которые назначают эти препараты, воспринимаются как хорошие, потому что нет многих побочных эффектов. Теперь они говорят, вот в чем ошибка практических психиатров. Смотрите, есть препарат хороший, ну, арипипрозол, например, но очень дорогой. На самом деле, арипипрозола, посмотрите, у нас есть школа покупателя, идем в аптеку, там есть рассказ про то, сколько что стоит. Конечно же, препараты дорогие. Не каждый себе это может позволить. И с другой стороны, есть препараты плохие и очень дешевые. Это, например, препарат галлоперидол. И, соответственно, у врачей рождается мысль. Ну, вот хорошо, у них нет денег на хороший препарат, потому что, хорошо еще раз говорю, они-то считают, что они абсолютно все одинаковы, что они одинаково действуют на психоз, просто они отличаются тем, что побочных эффектов нет. Соответственно, они думают, что они хорошие, но они дорогие, а денег нет. И вот тогда возникает такая мысль, которую очень часто можно наблюдать, когда, например, идет какая-нибудь конференция. Что говорят? А давайте мы плохому препарату, но дешевому, например, галлоперидолу, добавим чуть-чуть, потому что денег нет, препарата хорошего. И самое интересное, что многие докладчики говорят, да, это можно сделать, потому что эти препараты эквивалентны, они одинаковые, ведь они находятся в одной таблице. Давайте рассмотрим эту смешную ситуацию. Конечно же, все это не пройдет. Почему это не пройдет? Вот обратите внимание, сверху у нас плохой, но дешевый галлоперидол, снизу небольшая доза парциального агониста, ну, предположим, арипипрозола. Так вот, один арипипрозол будет чуть-чуть возбуждать, другой дешевый галлоперидол будет снижать активность. То есть, фактически, эта ситуация, ну, понятно, что все будет зависеть, насколько, собственно говоря, вот это возбуждение будет, оно коррелирует с дозой. Чем выше доза арипипрозола, еще раз говорю, дорогого, тем больше будет возбуждать. Но фактически речь идет об ослаблении антипсихотического эффекта. Вот такое сочетание будет ослаблять антипсихотический эффект. А вот зачем ослаблять антипсихотический эффект, на самом деле, не очень понятно. Ведь пациент ложится, как правило, речь идет о стационаре, ложится в стационар для того, чтобы как раз как можно быстрее и пролечить психоз. Соответственно, антипсихотический эффект, если будет ослабляться, то пребывание пациента в стационаре будет дольше и тому подобное. И на самом деле существует простой и очень дешевый способ ослабить антипсихотический эффект. Не надо для этого добавлять арипипрозол. Для этого можно просто снизить дозу галлоперидола, и тогда антипсихотический эффект у больного будет ослаблен. То есть, фактически, вот эта ошибка ученых-психиатров, которые говорят о том, что эти препараты абсолютно эквивалентны, что они взаимозаменяемы, и речь может идти только о том, что один действует сильнее другого, на самом деле абсолютно неверно и приводит вот к таким печальным ошибкам. Вслед за учеными-психиатрами практики психиатра думают об эквивалентности и начинают изобретать совершенно непонятные, странные случаи. Ведь фактически в этой ситуации, даже если вы назначите небольшую дозу, сколько у вас есть денег, этого самого арипипрозола, но это будет выбрасывание денег на ветер. Сколько бы вы их не выбросили, все равно не нужно выбрасывать деньги на ветер. Надо лечить больных, соответственно, тому, какие возможности у вас есть. Ну, как всегда, в конце нашего ролика я вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Кто еще вам будет рассказывать про ошибки ученых-психиатров? Мы сами ученые-психиатры, мы рассказываем о своих ошибках. Пожалуйста, становитесь спонсором нашего канала, пишите нам комменты, ставьте лайки. Хотите поблагодарить нас за этот ролик, в его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!